Карпенков и Талай русские. С ними Путин. Представляется очень важным посмотреть и прослушать это видео для того, чтобы понимать, какие процессы происходят сегодня в нашей стране и к чему Лукашенко ведет Беларусь, почему он на это не реагирует и действительно ли он продал нашу страну русским. Недавно небезызвестный Алексей Талай получил награду из рук Владимира Путина. В России по достоинству оценили его вклад в незаконное перемещение украинских детей, сирот на территорию Беларуси. На награждении Талай объявил себя русским, с которым, конечно же, ни много ни мало, а Бог. Мы русские, с нами Бог. Служу Отечеству. И вот такие Талай, которые открыто считают себя русскими, составляют сеть российского влияния в Беларуси. И ее активно расширяют. В серии предыдущих материалов мы рассказывали еще об одном русском патриоте Николае Карпенкове и его окружении, которое обслуживает персону генерала и силовиков вокруг него на пропагандистском уровне, вроде того же Григория Заренко или Вадима Гигина. Все эти персонажи, как и сам Карпенков, неотъемлемая часть системы Лукашенко. Внешне они всячески демонстрируют преданность диктатору. Но так ли это на самом деле? И кто связывает активность генерала и пропагандистов в единое целое? Сейчас мы немного приоткроем завесу тайны и расскажем вам о людях, которые формально не являются частью системы Лукашенко, однако выступают прямыми проводниками интересов России и Беларуси. Регулярно ездят на оккупированной России территории Украины, участвуют, а также сами организуют мероприятия в российском посольстве и так называемых русских домах, созданных Россотрудничеством в Беларуси. И самое главное, мы покажем, каким образом эти люди напрямую связаны с Карпенковым, Гигиным и Озаренко. Знакомьтесь, Движение Союз, а точнее Организационный комитет, создаваемый в Беларуси политической партией. Как сказано на сайте Оргкомитета, историю формирования новоиспеченной политической силы определяет так. На фоне общественно-политического кризиса 2020 года порядка 40 экспертов из актива Беларусско-российской гражданской инициативы «Союз» приняли решение о создании одноименного комитета по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь, на базе которого, в свою очередь, состоялось учреждение Оргкомитета политической партии «Союз», проведший 6 марта 2021 года в Минске свой первый съезд в составе более 200 делегатов и почетных гостей, включая представителей Госдумы Российской Федерации и ведущих партий России. Следует сказать, что Минюст Лукашенко тогда не стал регистрировать данную партию. Видимо, спецслужбы диктатора учуяли определенную угрозу со стороны новой пророссийской силы. Как говорится на том же сайте, ключевым положением программы Оргкомитета партии «Союз» является реализация договора о союзном государстве России и Беларуси. Лидер партии Сергей Лущ в прошлом неонацист, а ныне респектабельный молодой политик и пропагандист. Как сказано, все на том же сайте Оргкомитета по убеждениям последовательный сторонник белорусско-российской интеграции. Также Лущ является зампредседателем Совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь, то есть объединения всех российских организаций в Беларуси. Ранее Лущ состоял в общественной организации «Русь» и возглавлял собственную молодежную организацию «Русь молодая». Или сокращенно «Румол». Таким образом, Лущ до мозга костей ярый представитель русского мира в Беларуси и сторонник поглощения Беларуси-России, ликвидации белорусской идентичности, которая определяет белорусов как самостоятельный европейский народ. Лущ активно продвигает идеи так называемой интеграции с Россией, а по сути занимается подготовкой поглощения Беларуси-России и русским миром. За эту свою деятельность Лущ, как сказано о сайте, был отмечен престижными знаками отличия – благодарностью и медалью президента Российской Федерации Владимира Путина, благодарностью Россотрудничества, а также благодарностью посольства Российской Федерации в Республике Беларусь. Мы также не остались в стороне и включили этого персонажа в наши недавние предложения с обоснованиями для применения персональных санкций Европейским Союзом США и Канады. А обоснований тому достаточно. Одним из важных направлений деятельности Луща и движения «Союз» является поддержка российской агрессии на Донбассе. Вот, например, Лущ вместе с упоминавшимся ранее Заренком и Гигином посещает оккупированной России территорию Украины. А тут Лущ с соратниками отправляют к гуманитарку-защитникам Донбасса. Но самое интересное – это то, что Лущ и «Союз» активно сотрудничают с внутренними войсками Лукашенко. Например, на сайте Оргкомитета пророссийской партии размещено поздравление с днем рождения внутренних войск, а вот представитель движения «Союз», а точнее член Президиума Оргкомитета партии, ответственный за кадровую политику, Дмитрий Семченко присутствует на награждении лучших стрелков среди воспитанников военно-патриотических клубов, жмет руку самому, ну, конечно же, Карпенкову, и передает победителям соревнования, купленные его организацией «Дрон». Представители «Союза» при поддержке российского посольства активно проводят пропагандистские встречи белорусских школьников и кадетов, участников так называемых патриотических клубов с их сверстниками из России и в особенности оккупированных Россией территорий Украины. Например, тут белорусские дети встречаются с кадетами из Донецка в Доме Москвы в Минске. Значительную часть своих мероприятий пророссийские силы любят проводить в здании Национальной библиотеки Беларуси, где директором работает товарищ Луща по продвижению русского мира, Вадим Гигин. Вот Гигин вместе с Лущом открывают в библиотеке фотовыставку «Жена героя», посвященную супругам погибших в Украине участников так называемого СВО. Также не так давно представители архкомитета партии «Союз» провели сначала в здании библиотеки, а затем на базе небезызвестной части внутренних войск 32-14 военно-патриотический слет форум «Наше время». Приветствовали участников форума все те же – Карпенков, Гигин, Лущ, а также второй секретарь посольства России в Беларуси – Ян Вальтер. Одна из последних инициатив Луща и пророссийских сил в Беларуси – переименование улицы Калиновского в Минске, названного в честь нашего национального героя. Николай Карпенков, Сергей Лущ, Алексей Талай, Вадим Гигин, Григорий Озаренок, Олег Романов, Алла Веруш – эти фамилии не встретишь в списках экстремистов и террористов, но именно они и организации, которые их объединяют, являются настоящей угрозой национальной безопасности и территориальной целостности Беларуси. И они ждут удобного момента, чтобы осуществить стоящую перед ними цель – окончательно ликвидировать нашу государственность и сделать нашу страну частью России.